Сегодня у нас просто бешеный выпуск. Сегодня мы покажем настоящим мужикам, как сделать так, чтобы у вас в холодильнике, у вас в морозилке всегда была жратва. Есть хочу, не в холодильнике пусто, нечего есть, да? А вот если бы ты смотрел канал Славного Дружа, ты бы знал, что можно делать заготовки впрок и хранить в морозилке. Жень, да ты же вообще вегетарианец. У твоего Дружка там все рецепты из трупов. Так, можно заказать пиццу. Так, а где заказ-то? Сейчас закажем, дрянь какую-то привезут. А вот если бы ты смотрел Славные обзоры... Жень, Жень, заканчивай. Сейчас я из тебя сделаю Славную отбивную. О, протеин. Блин, протеин, все ученики выпили из протеина. А зачем ты им разрешаешь здесь столоваться? Вот Славные Дружбы на твоем месте? Да стал ты своим Дружбе, во всем он разбирается. Поехали к твоему коконовому бойцу, сейчас побеседуемся. Честно говоря, чуваки, вот просто по чесноку я понятия не имею, что сейчас приедет. Сейчас узнаешь, чувак, кто к тебе приедет. Собирайся, чревоугодник, наместим твоего кумира. Привет, друзья! Друзья, вы смотрите канал «Боевые ботаники» и сегодня у нас премьера новой рубрики. В гостях у зрителя, я бы так ее назвал, я представляю вам нашего преданного зрителя и одновременно коллегу, которую я смотрю сам. Это Славный Дружбе обломов. Олег, привет! Харова! Канал Олега я смотрю, я абсолютно не умею готовить, но, как Олег мне сказал, как его канал смотрят большинство зрителей, просто потому что его видео возбуждают аппетит. И почему мы сегодня пришли к Олегу? Он на своем другом канале выложил видео, где он рассуждал о роли и месте единоборств в жизни каждого мужчины, мальчика, взрослого человека. И высказал там несколько тезисов, с которыми в чем-то я согласен, в чем-то готов поспорить и готов поспорить не один. Сегодня мы с Олегом встречаемся не тет-а-тет, мы привели с собой своих тренеров. Я представляю своего тренера, это некто Андрей Басынин. Куркорный пояс в бразильном джи-джице. Олег представляет. А это Виктор Михайлович, человек, который преподает мне народобой. У меня сразу вопрос, а ты здоровый парень такой, ходишь качаться, зачем тебе еще единоборство? Тебе же и так, наверное, никто не представляет. Понимаешь, я железками занимаюсь достаточно давно, у меня есть какие-то свои силовые параметры, которые я стараюсь поддерживать. Но я тебе скажу так, когда ты жмешь лежа 130, даже, предположим, и на разе, и считаешь, может даже небезосновательно себя немножко сильнее, чем люди там вот 10 и возьми, из них 9 столько не пожмут. А потом тебя просто берут и вешают по лицу, те, кто умеют вешать по лицу, это обидно. Если бы я был дрыщом, понимаешь, и мне навешали по лицу, я бы такой, ну чего, какие с меня взятки гладкие, понимаешь, ну я дрыщ, как бы, мне навешали по лицу. А вот когда ты такой здоровый, это выглядит некрасиво, понимаешь. Поэтому каждый, кто качается, должен заниматься еще единоборствами, как минимум. То есть я правильно понимаю, что каждый качок это потенциальная жертва? Да, качка любой может обидеть. Понимаешь? Ты чего такой здоровый, сюда подошел, когда приобретаешь жиры, обнаруживаешь, что жиры нужно как-то сгонять. Сначала я пытался делать это мега диетой, потом я пытался ходить на степе, наблюдая за попами ближайших девочек. А потом я понял, что есть более мужское кардио, чем ходить вот так на степе, шевеляя ягодицами, например, бокс. Поэтому кто хочет похудеть вообще и прийти в форму, единоборство вообще первое дело. А у нас вот зрители все спрашивают, уже много передач на эту тему. Ну, не много, но были передачи. Как совместить железо, единоборство, качалку и бокс, там, штамгу, борьбу. А ты просто не знаешь, что у тебя просто совмещаешь. И как-то у тебя нет этих проблем вселенских, которые люди пишут, такие длинные комментарии. А как очередовать, ациклировать? У тебя как-то все просто. Поел мясо, выпил пивка, покачался, пошел на бокс, и ты прекрасно себя чувствуешь. Конечно, я прекрасно себя чувствую. Но я прекрасно себя чувствую, потому что я не стремлюсь за какими-то высокими результатами. То есть у меня есть свой какой-то баланс. То есть если я сотку пожать не могу на пару раз, я задаю себе вопрос, что происходит? Если я сотку жму, значит, все хорошо, можно пивка, сока выпить. Ну, вообще, после железок тяжело на бокс идти сразу. То есть день должен пройти, иначе вялый будешь. Но так как я занимаюсь в таком фитнес-режиме, пришел, какие-то железки потягал, то никаких проблем нет. Вот смотри, один из тех тезисов, что показался мне спорным в твоем видео, ты сказал, что в основном, на твой взгляд, люди начинают заниматься единоборствами, потому что где-то их как-то обидели на улице или где-то еще в родном университете и так далее. Почему вы стали заниматься боксом? Ну, вот на самом деле правильно, Евгений сказал. Да, в школе я был немножко такой, не очень уверен, если товарищ. Был тот самый случай, когда кто-то... Ну, в классе, да, какие-то моменты были, там, мороженое там отбирали, что-то еще, да. Ну, я скажу, что после того, как я потренировался боксом месяца 3-4, все обидчики как-то резко закончились. Ну, а я-то считаю, что, возможно, у детей, у школьников, действительно, это основная мотивация. А у нас примерно, как мы с тобой выясняли, возраст зрителей похожий, там, около 30 лет, там, плюс-минус. Ну, за 20 далеко, да. Да, далеко за 20, так тактично сказано. Ну, этих людей, ну, кто их бьет? Люди приходят, вот как я сужу по себе. Я прихожу заниматься, потому что мне нравится сам процесс. Я ни с кем не дрался, меня никто не бил и нет таких планов. Ну, у меня нет таких планов, может быть, у них есть. Я как раз считаю, что подавляющее меньшинство приходит в зал единоборств, потому что их кто-то там бил. Вот откуда у тебя такая уверенность? Я не знаю, мне кажется, что люди, которые занимаются уже зрелым возрастом единоборствами, они приходят в детстве, потому что их обижают кто-то, а потом они залипают. Есть же люди, которые ходят сюда, уже и детей приводят своих заниматься. Вот, то есть проблема того, что, как Виктор Михайлович сказал, у него мороженое отнимали, вот эта проблема уже отпадает, а возникает другое, что ты что-то там съел, и у тебя вот сразу пузо выросло, предположим. Я вот замечаю, что чем я старше становлюсь, вот уже к тридцатничку мне худеть все тяжелее и тяжелее. Я думаю, что к сороковничку я буду уже вширь больше, чем ввысь. Вот, поэтому надо заниматься боксом. Андрей, как ты считаешь, для чего люди приходят заниматься единоборствами, взрослые люди? Те, кто приходят, люди уже в возрасте, они приходят чисто для того, чтобы наскучила быть иногда какая-то жизнь там на качалке, они приходят для того, чтобы за новыми эмоциями, за новыми эмоциями, да, потому что постоянно что-то новое, что-то меняется, какая-то другая двигательная активность происходит в организме. Но, Олег, ты же сам говорил о том, что людям взрослым им неинтересно заниматься ради процесса. Твой тезис был, что люди приходят, чтобы быстро научиться получить какой-то навык, там, защитить себя, а вот как раз сам процесс мне очень интересен, поэтому нужно выбирать те единоборства, где этому научат быстро. Поэтому ты говорил, что, грубо говоря, там, традиционное восточное наборство, это, конечно, здорово, но это не тот случай. Это, там, для ребенка, да, а взрослому человеку уже некогда. Человек всегда приходит за каким-то результатом. Результат это может быть, что ты, ну, можешь пробить в голову. Но, нет, это должен быть какой-то результат. Например, ты, твой результат может быть оставаться в той физической форме, которая для тебя адекватна. Ты же можешь заниматься просто простой аэробикой. А если ты пришел заниматься единоборствами, тогда показатель твоего результата – это спарринги? Или открытые ринги? Или соревнования? Ну, этого он не поймет. Ни один человек, кто никогда не выходил на ринг, он не поймет это ощущение. Подожди, вы сейчас отпугиваете огромную часть людей, которые хотят приходить в ваши секции, платить деньги за абонементы, записанные тренировки. Не для того, чтобы их били в спаррингах, а для того, чтобы им поддерживать форматы. Мы просто берем более глобально. Потому что некоторые все-таки приходят, да, они хотят видеть результаты. Они хотят видеть, они хотят себя через, там, допустим, если там тайский бокс, через год-два, там, как парамулы, да. Но ты должен понимать, что, чтобы ты был промоком, тебе надо еще и драться. Но они не хотят драться. Тогда занимайся просто любительски. Тебе об этом вообще никто ничего не скажет. Я вот тренирую еще в фитнес-клубе в большом. Вот. Там люди занимаются, вот группа большая, человек 20. Но, реально, все приходят заниматься боксом не для того, чтобы сгонять вес. Все приходят для того, чтобы, да, суметь себя защитить. Потому что, ну, вот мне подходят ребята и говорят, как мне научиться бить сильнее, там, бить быстрее. Чтобы бить сильнее, бить быстрее, надо просто бить. То есть, надо ходить, тренироваться. Нет волшебного слова. Ты сможешь меня научить за месяц драться? Я никого не могу научить за месяц драться. За месяц... Да не скромничайте. За месяц, на самом деле, что можно научить? Можно стоять в стойке и более-менее грамотно бить в одну точку. Вот, я удивлялся и Олегу спрашивал, ну, разве взрослому человеку должен быть навык учиться драться? Возраст, когда тебя перестают задирать на улице или где-то, на мой взгляд, оканчивается, ну, там, лет в 15-16. Ну, Олег сказал, что это не так и привел мне три десятка примеров из своей биографии. Ну, сейчас он, может быть, один-два вам расскажет, как это было. Кто к тебе пристает вот сейчас, в эти годы? Ну, последние года три никто, но я не исключаю, что... Все передачи пристанут. Да, обязательно пристанут, это во-первых. А во-вторых, такие ситуации просто случаются. Потому что бывает, это не важно, сколько тебе лет, 16-18. В любом случае может произойти такая ситуация, что тебе нужно будет постоять там за себя, за родных, за семью. Ну, вероятность возникновения ситуации. Понятно, что все может произойти. Но если, смотри, за последние три года не случалось, но вероятно, что она произойдет, но она ничтожна. Чем больше лет... Более того, если она произойдет, очень велика вероятность, что тебе и не поможет будет занятие боксом даже. Так нужно готовить... Ты смотри, ты умеешь шнурки завязывать? Ну, не очень хорошо, но умею. Умеешь. Это базовый навык. Без него никак. Вот ты умеешь бить людей по башке? Угу. Это базовый навык. Он должен быть с тобой. Минимальный. Я не говорю, что нужно, как Андрей, там раскидывать всех пачками. Есть еще такая штука, которую я называю немотивированная агрессия. То есть, людям все время кажется, что для того, чтобы попасть в такую ситуацию, где нужно кому-нибудь там бить по башке, или кто-то тебе будет бить по башке, должны произойти какие-то это, прелюдии, предварительные ласки. Из серии, из какого ты района сюда подошел, а деньги есть, еще что-нибудь. Нифига, не далее, чем пару лет назад приходит ко мне мой друг, у него башка забинтованная. Я такой, ё-моё, ну, проходи, бери пивасик из холодильника, садись, рассказывай. Идет из гостей, зима, час ночи. Стоит тут такой какой-то пьяный мужик просто посреди улицы. Идет мимо него мой друг, он его хватает и начинает бить. Не почему. С моего другом уже. Да, да, не почему. Понимаешь? А тот разбил, не понял, что делать, да? Да, я просто говорю, что это просто случается. Не почему. Не потому что ты где-то не там идешь, там, или что-то ты не то сделал, а просто тебя вдруг начинают бить. Окей, давайте согласимся все с тем, что да, это полезный навык и ситуации могут возникнуть действительно в любом возрасте. Следующий тезис, с которым я тоже не могу согласиться, ты говоришь, что для того, чтобы научиться быстро посадить за себя, нужно вид единоборств, где минимум разнообразия, скажем так, движений. Поэтому за определенный промежуток времени ты с большей верностью эти движения сможешь освоить. То есть, грубо говоря, бокс ты освоишь быстрее, нежели там тайский бокс, где там… Совершенно верно. …вмное количество раз больше всяких ударов. И ты считаешь, что бокс – это вообще отличный свой способ научиться на улице. Нет, нет, нет. Способ научиться. Самый быстрый способ научиться. Самый быстрый. Потому что если мы берем что лучше, все что угодно лучше бокса. Если ты хочешь защищать себя на улице, зачем ты идешь в секцию, где тебя учат драться в таких перчатках, висках и в зубах? Почему тебе не идти там на условную Краф Магай или любой другой курс самозащиты, где тебя учат защищать себя на улице? Причем тут бокс? Причем тут какое отношение спорт имеет к уличным дракам? Прямое отношение. Дело в том, что у всяких клубов самообороны, я так понял, изучал эту тему, думал даже сходить, знаю какую-то то ли самооборону 100%, как это так, знаешь, у них идут передачи разные. У них есть какой-то курс. Этот курс, он больше основан на том, что ты должен получить какой-то психологический какой-то навык противостоять уличной агрессии. Я прекрасно понимаю, где, кто и за что меня может бить, понимаешь? Мне нужно наработать конкретный навык бить людей. И, честно говоря, большинство из того, что преподают самообороне, оно подходит для людей субтильных, оно подходит для женщин. А, как правило, для меня лично самооборона, вот все, с чем я сталкивался, да тебя просто бьют и все. Не психологические какие-то там приемы, не там подавление ментальное, типа я тебе руку на плечо положил, я тут главный, там еще что-нибудь. Тебя просто бить начинают и все. Нет, я даже не про психологический прием, я даже про технику. Но, опять-таки, я, честно говоря, не могу понять, все считают, что бокс это лучшее средство, чтобы защищать себя. Ну, ты на тренировках хлопаешь вот таких больших перчаток, да. Большинстве клубов их даже никогда не снимают, даже отжимания на кулаках элементарных нет. И у тебя даже непривычно вот это чувство соприкасания голой руки с голым личиком. Вот я хожу не на бокс, на тайский бокс к Андрею Басынину. Там за год, полтора уже скоро года тренировок, там не было ничего, что могло бы научить меня защищать себя на улице. Это чистая спортивная тренировка. Да, люди любители без самих амбиций, но это спорт. Это очень странно. Там никто не говорит, а вот самооборона. Там никакие, никогда не бывают ситуации, а вот если трое, двое на тебя нападут и сзади ударят куском трубы. Но это есть на крафт-мага. Я просто для примера, наверное, есть еще достойные секции клуба самообороны. Но и Андрей сам никогда не позиционировал, что это клуб самообороны. Здесь не учат защищать себя, здесь учат боксировать по правилам, в рамках правил, по сигналу судьи, в перчатках. Это понятно. Я видел прекрасный выпуск, где в автомобиле выпуск был. А что будет, если ты подошел к машине и видишь в зеркале, что тебе сзади уже летит кулак? Я аж в монитор кричу. Да ничего! Ничего! Тебе уже сзади пролетело. Ты увидишь, глаза откроешь и удачи. А что, доктора ты увидишь? Чего ты ждешь? Понимаешь? Здесь такая штука, кто за чем приходит. Тут даже не самооборона. Ну что в боксе, что в тайском боксе? Андрей тайский боксер. Я не думаю, что он будет бить, если какая-то экстремальная ситуация, коленом или чем-то еще придумывать. Он ударит правый, прямой или левый, боковой. Да? Какой у него поставлен. И все. Там не идет боксер на улице. Он не дерется. Он либо избегает конфликта, потому что он уверен в себе. Он просто говорит уверенно и все. И конфликта не будет. Не будет драки. А если боксер бьет, он бьет один раз. То есть это единственный единоборец, где могут поставить такой удар. Почему? Тайский бокс прекрасен. Просто речь идет о том, что если ты хочешь научиться быстро, я хочу научиться быстро. Чтобы у меня был хотя бы какой-то минимальный шанс против двух-трех людей. Потому что ни разу меня никто не бил один на один. Ну, хорошо. 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 Чем больше разных ударов, тем дольше времени у вас стоит. А за промежуток времени, полгода, что ты будешь заниматься боксом, что ты будешь заниматься тайским боксом. В боксе ты научишься бить двоечку, а в тайском боксе ты научишься бить двоечку. Еще помимо двоечки, еще научишься бить коленями, локтями, по крайней мере в клинче реагировать, когда к тебе будет прижиматься. Хорошо. Ну смотри, если у тебя есть, предположим, полбокса. Есть у меня вот полбокса. Полгода у меня есть, 6 месяцев, предположим. Вопрос исключительно в цифрах. Сколько раз я нанесу удар в одной секции и в другой? То есть здесь мне ставят только руки. И поэтому мои руки спустя полгода будут лучше, чем если бы у меня были руки и ноги и колени. И вот это все. Все зависит еще конкретно от человека. Я, кстати, с Андреем согласен, что занимаясь полгода единоборством, хоть тайским боксом, хоть боксом, хоть кикбоксингом, все равно человек примерно за полгода будет одинакового уровня. Мы здесь говорим про двигатель навык. Потому что я, как тайбоксер, я начинаю думать уже, что я могу ударить рукой, все равно я буду бить рукой. Я могу в ситуации, если какая-то ситуация меняется на дистанции, я прижимаюсь, бью коленями. Или, по крайней мере, когда ко мне прижмутся, если кто-то захочет ко мне прижаться, я уже буду чувствовать этот контакт с человеком. И я буду понимать, как у меня держать. У меня укрепляется спина шеи. Большинство драк заканчивается на улице зацепом, рукой за куртку, за футболку, заканчивается. Начинается с удара или захвата для того, чтобы не потерять цель. Все, бум, как только тебе прижали, все, я знаю, здесь колени пошли, человека убивают просто с коленями. А еще и ММА это же нормальный вариант, блин, очка, вот, допустим, за полгода. Опять, мы видим рисунки боя. Как я говорю, надо видеть рисунок боя. Дальняя дистанция, средняя, ближняя. Человек, который занимается ММА, он все равно учится бить двойки. Очень много, очень много выступает в ММА, они не супер ударники по боксу. Это не значит, что если выйти по боксу и по ММА свободных правил, боксер выиграет. Человек, что сделает, кинет все вот эти длинные удары и пройдет в ноги. А там же нет, там выиграет не боксер и не борец, там не ММА. Там выиграет в зависимости конкретно от человека. Может быть сильный боксер, может быть. Нет, даже конкретно от человека здесь выиграет, допустим, если боксер он работает только на руках, но он не может, действительно, по праву боку и по умению бороться. А на улице сейчас есть тенденция, да, сейчас все смотрят, сейчас YouTube этими роликами, где на улице делают треугольники там, амбары, то есть народ уже как бы уже там. Причем это очень глупо, конечно, это делать. Да, конечно. Но если человек на улице бросается, неподготовленный, если боксер хотя бы что-то умеет, да, сделает шаг в сторону, ударит сайдстепом либо навстречу, это сделает. Попал, все. Человек пошатнулся, упал, скорее всего. Потому что у обычного человека, кто не занимался никогда единоборствами, у них и голова по-другому сделана. То есть, когда вот пришел Олег первые разы, да, на тренировку, стал стоять в пару. Удар там даже через перчатку, правильно, чувствуется в голове, отдает там где-то шумит, что-то. Сейчас он позанимался, все, через перчатку уже не до меня. На меня я до сих пор вот только вот так смотреть можно. Набилась голова. Вот набилась, хотя горячую голову не набить, но голова все равно немножко по-другому. Полегче как-то, да. Не голова, а не голова набивает. Вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат, во-первых, мы в мышце, да. То есть, мы учимся привыкать там потихонечку через подставки, у нас укрепляется мышца шеи. И ты уже поначалу только из-за того, что слабые мышцы. А зрители подумают, что у всех боксеров голова набит. Что я считаю на улице лучше? Лучше это, во-первых, папа прокурор. Второе, бронированная тачка, краскоствол за поясом, весить 160 килограмм, быть мастером спорта по боксу. Желательно сжать еще 200 килограмм. Еще быть самбистом. Сжать-то зачем на улице? Жать? Жать-то первое дело. Зачем ты вообще спрашиваешь такое? А будешь заговорить? Как бы, Фрей, ты считаешь, что да, но когда думаешь, понимаешь, что это вообще не полезно. А будешь согласиться, потому что все это вам не поможет в 3 часа ночи. И да, и при этом все это не поможет. Это я комментаторам говорю, что я знаю, что они будут. Я зачем сюда пришел? Я пришел, чтобы получить начальный навык постановленных хоть каких-то рук. Вот когда у меня будут вот такие руки, что Виктор Михайлович не будет вот так вот на меня смотреть, вот так вборсить, прости, что он делает. Тогда я вполне возможно пойду на тайский бокс, займусь. По партерам каким-то или пойду к самооборонщикам. Но я хочу в течение там полгода, года, я хочу получить вот этот навык первый, а на него наращивать все остальное. Вот и все. Я с Олегом согласен с тем, что безусловно, чем у тебя, ну скажем, в хорошем смысле более примитивная, ну, с точки зрения количества, да, ударов, там, техника, тем больше у тебя шансов освоить его за каждое время. Но, но, что мне вот, аргумент какой у меня в свое время, мне Андрей Басынин говорил одну фразу. Я раньше думал, какая-то ерундолитка, какая-то прибасенка, просто какая-то красивая фраза. Когда я говорил, Андрей, а как, в первых выпусках, а как защищаться от такого удара, от такого Ацикова? Он всегда принимал позу мудрого старца и говорил, суфик, чтобы научиться защищаться от удара, нужно сначала научиться его бить. Я думаю, что за бредни, что за... Ответь ты по делу, как какой-то блок там поставить? А потом понял, на самом деле, что, действительно, чтобы понять, как защищаться от такого удара, нужно научиться самому его бить. И в этом смысле вот эта разнообразная техника здесь работает как бы против того аргумента. Потому что на улице себя не вот так. Я до сих пор не понял, каким образом у меня появится извилина в голове, которая относится и к рукам, и к ногам, и локтям быстрее, чем появится извилина, если я буду заниматься чисто руками. Я этого не понимаю. Здесь я могу добавить. Это как бы уже чисто физиология, да, мышечная, нервно-мышечная связь, да, то есть работа рука, нога, накрест, это все закладывается на перемещение. Если изначально этим не начать заниматься, то есть это как бы у многих... Я вот сначала поставлю руки, потом пойду заниматься тэквондо, потом буду заниматься кикбоксингом. Это вообще ничему не научится. Ты должен сразу, изначально, с нуля учить работать рука, нога, именно вот тот, чтобы это все было для тебя естественно. Все то же самое, как с боксом. Вот ты ходишь, ты учишься. Здесь ходишь, учишь, 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 учишь. То есть ты хочешь сказать, что для меня путь будет закрыт ножной? Да. А вот мы только что снимали лучших из лучших передач. Распространенное мнение. Я пошел на тэквондо, поставил ноги, на бокс поставил руки, потом где-то... И все, ни фига, они не соединяются. К примеру, когда я занимался боксом, ну я там обладал растяжкой, я занимался потом кикбоксингом, долго занимался кикбоксингом, позанимался, ну пойду я еще чуть-чуть побоксирую. Я чуть-чуть побоксирую полгода, я пришел на кикбоксинг, все, я растерял работу, рука, нога в связке, мне пришлось опять потратить какое-то энное количество времени, чтобы все это соединить. Хорошо, а как ты думаешь, на улице хороших рук хватит в экстремальной ситуации или нет? Да. И я думаю, что да. Я победил! Да! Теперь спросили, что он считает хорошими руками. Хорошие руки – это что, сколько лет потрачено на тренировках хорошие руки? Это не полгода. Это не полгода, это не два, это не три. Хорошие руки – это когда ты дерешься на соревнованиях, когда ты все это проверяешь в реальной ситуации, в реальном бою, в реальных спаррингах. Когда ты выходишь и против себя дается такой же человек, и ты рубишь его. Когда ты понимаешь, что такое нокаут, где точка приложения, где точка удара. Когда ты видишь, что открыта печень, бьешь в печенюку, бьешь в подбородок, когда ты видишь. Потому что два в данном случае, допустим, вот я бы сейчас увидел, да, ты бьешь прямой удар нормально, бьешь боковой левого, у тебя сюда рука уходит. На улице первое что-то упадешь, сразу же упадешь. Но если против него будет более подготовленный человек. А даже мы не можем говорить, может быть, он как бы деревенщик просто махнет вот так вот. Все, есть еще психологический фактор, насколько человек настроен. Это первое дело. Есть дрючины, есть недрючины, есть некоторые дуты вот с такими, блин, глазами, начинает термить, и начинает давиться. Все идет назад. Все, вот, пожалуйста. Хорошие руки. Что хорошие руки? Хорошие руки, когда ты продавался 20 боев на соревнованиях, 20 побед и 20 нокаутов. Это хорошие руки. Когда я знаю, я вот, честно, я, да, я знаю, я ударил в подбородок, я вот могу честно стоять на камеру. Я, если на улице, я знаю, что я ударил с руки, попаду в подбородок, там с ноги лоу пробью, в ногу на голову пробью. Уже, уже, уже были бои, я-то знаю, как это ощущение. Когда я там первый раз учтил, в 97 году, когда человека ударил в печень, и я все, я теперь знаю, что такое печень. Ты еще никогда в жизни не ронял человека на печень, ты не поймешь. И никогда ты не поймешь. Когда он убил, и ты не опережал его ударом своим, и он падал, ты не знаешь, что это такое. На улице это как раз таки, может и не поучить. Кажется тебе, что ты умеешь, а на самом деле... Нет, мне не кажется, что я умею. Я там вообще говорю. Демотиваторы от Андрея Басынина. Я считаю, что я потрачу еще хотя бы пару лет на свои руки, и мне будет за них, может быть, не стыдно. Вот что я тебе хочу сказать. Говорит, если уже начал заниматься, то можете заниматься всю жизнь, и тогда у тебя будет результат. Результат будет в любом случае. Ну результат будет, конечно. Олег сам говорил вот, я видел дословно практически, что никто не хочет взрослых людей заниматься всю жизнь. Мы не хотим заниматься всю жизнь, ты сказал, люди приходят с конкретными навыками. Они приходят заниматься всю жизнь. Я имел ввиду, когда тебе стукнуло предположим в 18, тебе стукнуло в 20 лет, ты уже считаешься взрослым человеком. Да. Если ты приходишь на единоборство в 20 лет, ты меня извини, ты там сноубордист какой-нибудь, парашютист, еще что-нибудь, ты приходишь на единоборство совершенно точно для того, чтобы у тебя появился какой-то навык. У тебя это нормальная модель, ты пришел в 18 лет, получил навык, пусть через 2 года, в 20 спокойно забил это, забыл это и пошел, вернулся. Нет, ты можешь, а я обязательно нужно поддерживать. Есть опять спарринговая работа, я давно не спарринговался, я могу сказать, что я давно не спарринговался, сейчас ставят меня на спар ноги, я быстро потеряюсь. Потому что я потерял вот это чувство дистанции, чувство партнера. Я, бывает, там себя начинаю спарринговать, я понимаю, что, блин, раньше, да, я уже вот в этой ситуации мог сделать уже такие комбинации. Сейчас уже все. Но опять, про улицу, я не говорю, на улице меня сразу, как мне говорят, Андрей, да ты видел себя на улице, да, то есть, когда в какой ситуации у тебя сразу, если все меняется, все, я уже возвращаюсь на 10 лет назад, уже все, уже пошло там, рубилово. Но если говорим, навык, он теряется очень быстро, особенно тренировочный навык. Вот нам зрители пишут, смотрите, я когда-то занимался там боксом или тайским боксом, сейчас у меня нету, невозможно заниматься с партнером, у меня нету даже ни мешка, ничего. Напишите мне правом, как я поддерживаю форму. Я, я, у меня рука поднимается, написано, что, ну, невозможно. То есть, навыки единоборств, контактных, они никак не поддерживаются. Ну, придется, контактный единоборств. То есть, мы не можем, как это раньше, там, в карате, я там, кто там у нас, Аяма, там, 10 лет, там, в горах сидел, ката делал. Аяма, это был уникальный человек, и мы, как бы, не знаем, там. А так, в общем, да, все думают, я буду ходить 20 лет ката делать, и потом выйду на спарринг, и человек победил. Но это смешно, да? Контактный, пока ты, детей, вот я, вот один человек, один контакт, он маленький, широкий, все. Здесь повыше, другой контакт, другая работа дистанции. Тут деревянная, блин, а что с ним делать, деревянная? То есть, никакие ката, бои с тенью, и даже работа на мешке тебе не заменят? Не заменят спарринг я никогда, никогда не заменят. Есть, даже если мы говорим о соревнованиях, просто о спортсменах, все, все, если ты делал к соревнованиям, идет спарринговая плотная работа. Окей. Олег, еще, я из твоего видео, мне показалось, что было какое-то такое несколько снисходительно пренебрежительное отношение к традиционным восточным единоборствам, скажем так, что это вот какие-то там люди в странных пижамах, ну, может быть, в детстве это нормально, но сейчас ты человек, который не готов заниматься там 30 лет, идти по длинному пути, ну, это как бы не... Восточное единоборство – это слишком большой мир, чтобы в него вписываться без желания идти вперед, там, заниматься этим 10, 20, 30 лет. То есть, это понятно, что восточное единоборство они имеют... А может быть, это такой миф, что восточное единоборство надо заниматься 30 лет, а бокс 2 года, и все прекрасно. Может быть, на самом деле, примерно одинаковые пути-то, они очень похожи? Ну, смотря какой у тебя тренер, если ты возьмешь какого-нибудь тренера, который будет преподавать тебе чисто прикладную науку избиения людей, даже тут тоже каратэ, то возможно. Если ты придешь в обычную секцию, тебе 18 лет, ты пришел, там, такие же пацаны, то начнется все с очень, я бы сказал, большой теорией. Там же все эти кота, их нужно изучить, там же целая федерация, там нужно получать пояса. Никому не интересно, что ты хочешь прийти и научиться драться. Как к Андрею пришел, я первые 3 месяца никаких драк, никаких спаррингов не было, тоже перед зеркалом там и все. Да нет, не спаррингов, ты можешь первые 2 месяца делать что-то, что тебе... Тоже теория, тоже азы. Какая теория, например, зачем тебе учить кота? В перспективе, потому что все это отражение всего того, что оно должно быть в идеальной технике. Таким образом ставишь идеальную, ну, хорошую технику, изучаешь ее вот этими вот кота. Когда я в детстве занимался каратэ, ну это долго, по сравнению с боксом это чудовищно долго. То есть я занимаюсь, сколько я боксом занимаюсь? 4 месяца и сколько? Ну, наверное, в районе 4 месяцев. Я просто подозреваю, что за тот же срок в каратэ я бы был очень далек вообще от, 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 от вообще какого-то навыка минимального. Никаку не согласиться, не, ничего, ну, как бы не противоречить этому, не знаю. Может быть, ты занимаясь каратэ даже лучше стал, кто знает. Потому что ты не стал заниматься каратэ, да, ты пришел, занимаешься боксом. В боксе есть результат. Результат виден. Не, просто передача, передача про скорость. Мы говорим про конкуренцию, что я бы, ну, кому результат мне очень нравится. Какому хотели видеть результат? Что ты можешь... Скорее, самоощущение свое. Самоощущение, то, что ты можешь противопоставить агрессии уличной. Вот о чем речь, исключительно. Не соревнования. Ты что сейчас можешь предоставить уличной, да, уличная, да, там, вот ты как бы сейчас спаррингуйся, дерешься, да. Тебе только какая-то уверенность подняет, но, может, ты уверенность более мнимая больше. Да, она больше о штанге твоей уверенность, потому что ты здоровый, на самом деле, нежно. Вот я, кстати, не согласен, потому что я тебе говорю, жал 130 и точно так же. Могу сказать, что уверенность, она всегда у человека внутри. То есть бывает такая уверенность, да, я могу сразу сказать, как мы берем, допустим, в детстве, да, ты никогда раз, тебя там, ребята там по двору начинают там что-то пинать, что-то постоянно там обзывают, ты начинаешь бегать. Опа, они сразу по-другому начнут. Ну, ты просто начинаешь бегать и на турнике заниматься. Они тебе начинают по-другому. Они же не видят, что ты там боксируешь, там, по деревьям, там, макивары какие-то сделают. Ты просто решаешь заниматься собой. Соответственно, у тебя получается мышечный тонус, ты начинаешь чувствовать себя увереннее. И тебя ребята видят там здорово, я говорю, нифига себе, блин, Андрей там бегает, подтягивается, блин. Что насчет восточных кинейноборств? А что, я 12 лет занимался на Айкидо. Второй, да, нормально. Ты все избегаешь ответа, быстрее, то что? Что, на восточных кинейноборствах это хорошая штука для и для самообороны, и для общего развития, и для ката на координационной работе. Это такая же координационная работа, как в боксе, допустим, ты работаешь прямой уклон здесь, длинный связок. Кат это та же самая координация, многие говорят. Но опять, это мышечный тонус, мы координация, и все ката занимаются. Есть там удар, отрабатывают, ты там можешь там тут взять шатакан, да, ты его недооценишь, он тебе дал, блин, там своим узким, там, прямым на улице. И ты, еще, причем, он тебя еще испугает, ты, слышишь, ты что, ай, 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 ты, господи, он тебя. Да, и пошел, вставай меня, да. Все, 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 вот, господи, вот мне вообще повезло, да, так кричит пацан, он тебе как даст. И тем не менее, ты опять избегаешь, что быстрее это? А, одинаковый путь. Все зависит от человека, одинаковый путь, и традиционный, традиционный. Все зависит от человека, вот сразу говорю, вот, я, допустим, я всегда все проверял. Когда я начал заниматься айкидо, через 3 месяца со мной в школе никто не здоровался. Потому что я, привет, хыщи руку, ты его руку подел, я хыть, заломал. Я все проверял на всех. Айкидо действовало. Да, все, 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 здесь, занимаешься шатаканом, там прямой удар. Какая разница, как идет, он прямой. 3 месяца позанимался, человек подошел, дал ему прямой удар. Человек сложился, все одинаково работает. Ну, то есть ты считаешь, что абсолютно все единоборства, они по сроку обучения, чтобы человек что-то мог, они одинаковые, получается так. Критерии, чтобы что-то мог, он вот такой расплывчатый. У нас все затощит, вот, смотри, вот, смотри, вот у вас, Женя, какой из него там шатакан, сможет шатакан ему ничего не получит. У меня желтый пояс, шестой кюл был. Ну, ладно. А он на едиц занялся. Я вообще говорю, все это, все, как бы вот такое. Надо еще, вообще, я вспомнил, пока ты говорил, пока не забыл про уверенность в себе и штангу. Я как раз, когда занимался пауэрлифтингом и там тянул 220, я чувствовал себя уверенно. Я не, я думал, если ты начинаешь тянуть, я как-то заряжу кулаком. А вот, когда начал заниматься собором, уверенность ушла, потому что я, когда в первой встряске с Костяном первый раз вышел, я вообще думал, что я вообще сурабатываю, только что он там прыгает, дрыгает. И летел я, он не боялся, не боялся. А потом, когда я позанимался, а потом, когда я получил колено в подбородок, вот, страх-то уже и появился. То есть, уверенность теряется, друзья мои. Не хотите терять уверенность, не занимайтесь единоборствами. Нет, никогда, никогда не занимайтесь единоборствами. Вы никого не будете бить, вас никто не будет бить, вы будете жать 200, будете вот таким колобком, и всё у вас будет хорошо. Но не дай бог однажды попадет на вас, вот такого парня, какой-то подрежет меня на маршруту. На самом деле, всё зависит, опять, что тебе, что вам конкретно нравится. Опять, надо быть уверенным в себе. Вот, если человек занимается боксом, он уверен, что его бокс поможет, всё, пусть человек занимается боксом. Надо быть уверенным в себе, в своих ударах. Есть такие персонажи, которые пишут, я вот занимаюсь боксом, но не уверен, а вдруг на улице мне сделают проход ноги, что мне делать? Слушай, ты занимайся МММ, борьбой. Если ты занимаешься боксом, ты уверен, что вот я ставлю удары, и я отреагирую, учусь работать на ногах, развивать дистанцию. Все, я буду бить, вот есть подбородок, я буду бить туда. И попадать. А если мы начинаем задать вопрос, а вдруг у меня сделают проход ноги, слушай, ну а если вдруг, а вдруг у него ствол там, вдруг у него попадает? А, турбатом позатылку и начинаешь. У меня еще такой вопрос, я недолго занимаюсь, и вот когда я думаю, а вот если что, я понимаю, что я вот научился как там стоять в стойке. И я вот думаю, вот когда кто-то начнет тебя бить на улице, а я буду думать, а у меня ноги вот так вот, как Андрей там учил, так вот они стоят, и я так вот там, где ногу укол, нырок. Я понимаю, что я как-то вот понимаю уже, когда он дает задание там новичкам, да, я уже стою даже там, могу даже полобородства, да я знаю, что он сейчас скажет, я понимаю, что раздел, понятно, ну как они сейчас первый раз не понимают, удивляюсь. Но я понимаю, что эта техника, она сугубо спортивная, она очень мало имеет отношения к улице. Если Андрей сам действительно хоть локтем, хоть коленом, хоть там тушкой, хоть чучелком ударит в любой ситуации, то ты понимаешь, что нет, тебя научили, что у тебя, а, капаешь, леп, перчатки, ты встал, а тут тебя раз, сзади ударили. Я понимаю, что этот навык тайского бокса на улице мне не поможет. Вот если здесь противоречие, ты занимаешься спортом, 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 соревнования, а вдруг улица, и ты растерялся. Вот, для того, чтобы на улице это помогало, надо на улице драться. Я на улице дрался, я люлей на улице получал. Я считаю, что мне навык бокса помог бы тогда очень сильно. Да, ладно. Очень сильно. Вот серьезно, то есть как не помог-то, ё-моё, тебя били на улице, ну в детстве хотя бы, тебе навык тайского бокса? Когда меня раз замахивались, я все артовал. А, у меня была история. Учебники сразу же, биология, гимия, литература. Нет, история, когда была последняя драка, лет 12, это был парень, там, в нашей школе учился, такой хулиган местный. И вот, он всех сбил, всех сбил, его все боялись. Я как-то шел по улице, они там играли в квадрат какой-то, он что-то, а, стоять там. И, как обычно, там, начал, ну, несколько ударов таких. Я вот впервые в жизни подумал, а что это он меня бьет? Я как бы не в школе, я не боюсь, что меня увидят заучили, директор, я этого, кстати, больше боялся, чем каких-то побоев. Я тоже начал его бить в ответ, а он растерялся. Я же такой толстенький был, крепкий, удар это нормальный, такие колотухи. И он растерялся, не ожидал, и я понимаю, что в этот момент почувствовал, что я просто его тупо сильнее. Я могу его забить руками. Но я же добрый был, а он был хулиган, поэтому он взял кирпич. Ты что, ***? Я, не, не, все, кирпич надо, все, я руки опустил, и он, довольный, мне накидал по лесу. И у меня было такое плохое чувство, я понял, что я, наверное, тогда... Проиграл, что ты добреешься. Что я прирожденный спортсмен, я только по правилам могу. Когда кирпич, я говорю, не, 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 я не... До кирпича бы не дошло, до кирпича, если бы у тебя был навык тайского бокса. Часто говоря, такое общее место, это стало на сайтах, там все пишут, единоборств, что, знаешь, знаете, бла-бла-бла, в том числе, закаливают характер, ты человек становишься бойцом. Вот тезис такой в брошь, мне кажется, что вот характер, он, как бы, такой есть у человека, такой есть, и с возрастом он только закрепощается, как он был раньше. Ну, не измени человек, если он был мягкий, добрый, не будет он бойцом, и не будет он добивать там до конца. Он также опустит руки, когда замокнутся кирпичом. Или когда он даже ударит, этот человек не будет его там добивать, хотя надо. Смотри, вот я вот как раз из очень мягких и добрых людей, я бить людей не люблю, я люблю еду готовить. Это моя тема, понимаешь? Именно поэтому я выбрал бокс, потому что... Хочешь понимать себя, изменить? Не совсем так. В критических ситуациях есть люди, которые, вот как Андрей, наверное, соображают, что нужно делать, хватают кирпич там, или разбивают стекло какое-нибудь, чтобы всех порезать. Всех порежут, а вот. А есть люди, которые теряются. И когда человек теряется, вот есть таких людей, которые не сразу понимают, что происходит. Я не особо в этом плане гений. То есть у меня выбрасывается какое-то количество адреналина, и я такой... Так! И иногда вот это вот так, оно уже происходит, когда я уже встал, зубы посчитал, так, все уже ушли, короче. Сколько зубов осталось? Так, так, так. Шесть, нормально, да. Типа того. Именно поэтому я вот... Почему я пошел на бокс? Что я защищаю бокс? Он настолько примитивен и прост, что этот навык, он не требует большого количества извилин. То есть я нанес там 10 тысяч вот таких ударов. Да, у меня этот навык остался, все. Ударов двоечек, чем больше я наношу боковых ударов, тем меньше у меня вообще процессорных мощностей в критической ситуации тратится на то, что я должен сделать. А борьба? Тебя никогда не привлекала? Не считаешь, что она может пригодиться? Когда я был маленький, я занимался греко-римской борьбой. Очень нравится для детей вообще борьба это лучшее. Ты не можешь халявить просто, потому что тебя катают по татаме туда-сюда. То есть в каратэ ты можешь халявить. Делаем растяжку. Ой, не получается тренер дальше, что такие дела. Не получается дальше растяжку делать. Как тебя за кимоно прихватят, минут там, давай тебе ключик заламывать на голову, предположим. Ты не можешь халявить никак. Вот для детей это отлично, но на улице я ни разу не видел драк один на один, честно. Подожди, борьба это же не только партер, это и броски, и болевые в стойке, и удушающие в стойке. Сколько по времени удар, и сколько по времени бросок? Ну, удар проще, безусловно. Он в десятки раз быстрее. У тебя есть шанс, если люди никак не подготовлены, просто драться не умеют, но любят, у тебя есть шанс хотя бы вырубить 2-3 часа. Ну вот, опять-таки, мы снимали недавно передачу, она еще, когда выйдет наш этот выпуск, она еще не выйдет. Мы сравнивали разные виды борьбы, там, сейчас сам бразийское джиу-джитсу. И там был такой тезис, что борьба, в частности, борьба всякие удушающие болевые приемы в стойке, она позволяет тебе решить ситуацию, которая не требует того, чтобы человека бить. Ну, предсловольный там, подвыпивший коллега на корпоративе. Ты не будешь убивать его, зубы ломать нос, потому что тебя завтра выгонят, уволят там без выходного пособия. А так ты его немножечко успокоил, даже не помню, что произошло, где-то обмяк, посидел и все, и проснулся, даже не знаешь, что ты его обидел. И все в прекрасных отношениях остались. То есть, когда ты бьешь, ударка, особенно такой кабан, как ты ударишь, это всегда уже какие-то нехорошие последствия, всегда. Либо с тобой будет плохо, либо тебя там привлекут за превышение пределов самообороны. А с борьбой можно как-то более гуманно обойтись человеком. Я не знаю, просто, может, это я сталкивался с такими случаями, но почему-то раза четыре я получал так, что мне рожу зашивали, понимаешь? У меня сейчас губы не очень прибыли, наверное. Я такой красавчик. И почему-то я не встречался с такими ситуациями на улице, чтобы мне там нужно было, не причинив вред, там вот, блин, как-то всегда выжить бы, короче. Это уже кидо. Я не хочу тебя травмировать, поэтому я тебя просто поразброшу. Красивые ситуации выглядели. Потому что ты понял, что лучше ко мне не подходить. Ты лучше скажи, борцовские навыки могут пригодиться? Да, конечно, пригодится. Любой навык. То есть это, нет, они обязательны, скажем так, либо действительно хорошие ударки, и их вполне достаточно. Не, ну, если рассмотреть, как в качестве, там, лучше, конечно, не бросать, лучше все это решать на дистанции, потому что ты можешь начать человека бросать сам же, потом подвернешь нечаянно ногу или как-то упадешь, а у него там из кафе ребята выйдут. Не, ну, с точки зрения того, что ты должен понимать, что противо могут применить, если ты знаешь, что ты работаешь ноги, ты его увидишь. Если мы работаем, то всегда надо ударка, борьба, партер. То есть чем больше у тебя арсенал, тем ты увереннее будешь видеть все эти атаки. Как вы говорите? Если я упаду, мне, извини, жопа. А если я упаду, не мне жопа, другому жопа. Треугольник закрою там или еще что-то. Я пошел на то единоборство, которое дает, теоретически хотя бы, дает мне шанс не против одного человека. Да нет, это уже, это, на бег идти, действительно, это уже полезная шутка, но, тем не менее, это полезная. Это не шутка, это первое дело. Если ты, честно, я ношу с собой газовый баллончик. Да у тебя вон кухонные ножи какие кухонные с собой огромные. Подарил нам с Андреем, теперь у нас тоже. Нет, 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 подожди, сейчас защищку достану. Вот ножичек, пальчики, пожалуйста, сюда. Сейчас я приготовлю, как салатик из мяса. Свежего. Карпаччо называется. Первое, это, конечно, если ты не можешь человека как-то утихомирить. Если ты не можешь от него убежать. Ну, я не знаю, почему-то у меня всегда получаются такие ситуации, что нет. Не помещается, я не знаю. Это лично, каждый приходит с какими-то своими личными комплексами, всяким опытом непонятным. То, что со мной случалось, я с этим вот сюда и пришел. Вот к Виктору Михайловичу и к этим грушам. Я пришел со своими личными внутренними комплексами и какими-то желаниями. Психолог учен, скорее всего. Ну, наверное. Олег был в ярости. Бокс лучше, лучше все-таки. Ну, вот ко мне просто пишут много людей. Почему-то они считают меня каким-то авторитетным. Я даю разные советы. У меня кухонный философ. Называется кухонный, потому что совет это зачастую дерьмо советы. Вот, но люди почему-то слушают. Вот меня спрашивают. Там, типа, мне 14 лет, что мне делать, куда пойти? Я в себе не уверен, меня там бьют, у меня там рюкзак засовывают в мусорку. Я хочу вот научиться. Ну, вот как я пацану скажу, что, слушай, ты, значит, иди на каратэ. Ну, я понимаю, он придет на каратэ, там, 30 человек. Ему начнут, его по полной вот этой системе, начиная от желтого пояса, оранжевого пояса, зеленого пояса, какие-то еще. Ну, а что, что, 30 человек? У вас здесь в зале тоже 30 человек. Ты понимаешь, что их всех прогоняют по одной системе. По одной системе. И в этой системе, если смотрят пацану 14 лет, никому не нужно, чтобы ему там прилетело по башке. Какие персоналки пусть покупают? Персоналки почему? Это понятно, что персоналки быстрее. Почему угодно, если персоналки... Когда ты приходишь на бокс, там тоже 30 человек, все прогоняют по одной системе. Ну, да. Это должно давать какой-то... Человек должен видеть, чем он занимается, приобретая какой-то навык и приобретая какую-то уверенность в себе. На боксе человек видит, я понимаю, что это огромные перчатки. Это само собой на улице этих перчаток нет, я не испытываю никаких иллюзий, у меня рука разлетится, наверное, у меня руки слабые. Но, прежде чем она разлетится, возможно, я куда-то хорошо просуну. И в перчатках или без этот навык у меня развивается. В карате оно зачастую бесконтактное. Если пришел пацаненок в секцию, где детишки, да, то есть там... Мы же давно знаем карате без атакшотакам. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на первых занятий человеку дают перчатки, и человек начинает куда-то бить. Слушай, это что за бокс такой, кто на первых занятиях дает перчатки? Влия я три месяца, четыре только паузы, работал, постановка базы. Вообще, первый год обучения в боксе, если разобраться в спортсмене школы-то. Год только от такой работы. Не, ну я не могу себе позволить, чтобы они год у меня по боксе не боксировали. Я пришел и попросил, хочу как можно быстрее. У меня был маленький навык был, я занимался. Хорошо, что если он ко мне пришел, он не ссылает деньги в другую секцию. Нет, меня не поставили с перчаткой в спайл. Я сам начал, я же не могу человеку голой рукой просовывать по башке. То есть я начал на людях отрабатывать простые какие-то вот эти темы в перчатках. Первые две тренировки, конечно, никаких перчаток не надо. Нет, это да. И Олег без перчаток. Я их не купил тогда просто перчатки. Первые две тренировки все проходят у зеркала. Самое такое-то волшебство, это трудолюбие, да. То есть надо делать, делать, делать. Уполнять упражнения, набраться терпением, приходить в зал и работать надо терпением. Вот Женя тренируется постоянно, какой там деревянный был. Он остался таким же деревянным по движению, но человек уже чувствует свое движение. Я к этому и говорил. Я еще не успел смотреть, а он уже исправляет свою ошибку. Он уже чувствует, где он совершает ошибки. Это значит, что человек начался. Он там только руку опустил, а только он уже руку поднял. Он ногой ударил, только он уже ногу там поставил. Все, вот самое главное, чтобы человек уже скоординировался, уже чувствовал свои, где ноги, где руки, как двигаться. Ну, это как бы в твой огород такой-то, на самом деле, Женя последилось. Вечер от бедного Жени, да. Я островался. Все эти щечки попроснели. Приятно. Поэтому, особенно когда человек приходит, как там Женя, там Олег, для себя, там, для самообороны, уверенный. Понятно, уверенность нужна. То есть мы, как мужчины, мы должны выходить на улицу, быть уверены в себе. Защитить себя, защитить ближнего, защитить семью. Наедать, что там, а, черт, я как бы, все, унижаться-то. Ну, извините, я как бы, я не готов к этому. Ну что, давайте резюме. Я хотел бы сказать, как это работает чисто для меня. Я тут послушал Андрея. Локти, колени, тайский бокс, это круто. Это круто. Ты убедил меня в том, что на улице это может пригодиться. Возможно, когда-нибудь я даже доползу до вас. Может, когда-нибудь. Можно тренировать, будет приятно пообщаться. Будет зашибись пообщаться. Но, чертово но, всегда есть чертово но. Я хочу себе поставить руки, я хочу о них не думать. Я собираюсь довести свою технику примитивную до такого автоматизма. Но она, может быть, не очень крутая техника. Но я хочу, чтобы у меня был шанс постоять за себя против двух-трех человек. Радетова, мне нужны быстрые руки, вылетающие в подбородок. Как только мои руки дойдут до уровня не фейспалм совсем, может быть, я попытаюсь, мне будет очень тяжело подключить к этому ноги или локти. Наверное, это будет гораздо тяжелее, чем если бы я занимался этим в самом начале. Но, тем не менее, я остаюсь при своем мнении, что бокс это самое быстрое и простое. Поэтому я продолжу заниматься боксом. А так, конечно, не рассчитывайте ни на кого, ничего вас не спасет от трубы по башке. Развивайте беговые навыки. Ну и выбирайте себе хорошего тренера. А я хотел бы сказать огромное спасибо Виктору Михайловичу. Вот, я продолжу с ним заниматься. Спасибо, Олег. Ну, а те, кто хочет позаниматься с Виктором Михайловичем, да и с Олегом в одном зале, ссылка в описании видео на зал. Приходите, тренируйтесь персонально, в группе, неважно. Подписывайтесь обязательно на канал славного дружа Обломова. Кто еще не подписался, я думаю, есть еще такие, хотя и немного. Подписывайтесь, там очень вкусно, там очень приятно. Я надеюсь, что осенью Олег как-нибудь пригласит нас с Андреем вместе что-нибудь приготовим. Или хотя бы попытаемся. Обязательно. Я вам готовлю шарлотку. Все, друзья, все, мы заканчиваем. Все, подписывайтесь на канал Олега. И на канал боевых ботаников. Это не опционально, обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok